Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте. У микрофона Алексей Сорокин. На тему дня. Для удобства автомобилистов в Ульяновске организуют «Зелёную волну». О внедрении интеллектуальной транспортной системы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» говорилось на заседании штаба по комплексному развитию региона. Ожидается, что система должна повысить пропускную способность общественного транспорта и безопасность движения, а также снизить уровень загрязнения окружающей среды. Всё это за счёт последовательного включения зелёных светофоров на перекрёстках. Первая «Зелёная волна» уже начала работать на проспекте Нариманово 5 апреля. Продолжит министр транспорта Ульяновской области Сергей Воронцов. В настоящее время рост уровня автомобилизации приводит к ограничению пропускной способности уличнодорожной сети, снижению транспортной мобильности, заторговым ситуациям на автомобильных дорогах по стране в целом. На сегодняшний день решение данной проблемы возможно при внедрении интеллектуальных транспортных систем, позволяющих эффективно регулировать транспортные потоки, координировать взаимодействие всех участников дорожного движения. В 2021 году нашему региону Федеральным дорожным агентством одобрено направление средств федерального бюджета в размере 313 миллионов рублей в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Ульяновской городской агломерации. К практической реализации проекта внедрения ИТС Министерства совместно с администрацией города Ульяновска приступили в прошлом году. В рамках заключенных Министерством транспорта Ульяновской области двухлетних контрактов до конца октября текущего года планируется полностью внедрить единую платформу управления транспортной системой, состоящую из 14 различных подсистем и модулей. Большая часть из этих модулей и подсистем уже внедрены в прошлом году, благодаря которому возможно в режиме реального времени анализировать транспортные потоки, обрабатывать данное количество и типах транспортных средств на определенных участках автомобильных дорог, автоматически рассчитывать работу светофорных объектов в зависимости от интенсивности движения транспорта. В текущем году планируется внедрить еще три подсистемы, позволяющих автоматически выявлять дорожно-транспортные происшествия, автоматизированно формировать и передавать сигнал тревоги по выявленным событиям, обеспечивать маршрутизацию транспорта аварийных и специальных служб. Также планируется внедрение модулей, способных обеспечить полную оцифровку уличной дорожной сети, ввести учет и паспортизацию объектов дорожного хозяйства в автоматическом режиме. В администрации города Ульяновска заключены двухлетние муниципальные контракты на создание Центра управления дорожным движением и внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением. В рамках уже выполненных задач в прошлом году на базе муниципального бюджетного учреждения «Правый берег» создан Центр управления дорожным движением, который полностью обеспечен серверным коммуникационным оборудованием, видеостеной, системой хранения данных, автоматизированным рабочими местами в целях обеспечения контроля за светофорными объектами на территории города Ульяновска. Также в рамках заключенных соглашений предполагается строительство и модернизация 95 светофорных объектов в областном центре, 44 из которых введены в эксплуатацию в прошлом году. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 51 светофорный объект. Основная задача данного проекта – создать автоматизированную систему управления дорожным движением, так называемую «зеленую волну», которая направлена на обеспечение безостановочного движения транспортных средств за счет согласованной последовательной работы светофорных объектов на протяжении всей уличной дорожной сети. Первый этап «зеленой волны» запущен 5 апреля текущего года по проспекту Нариманово, от участка проспекта Нариманово улицы Репина до улицы Гагарина. Задействовано 16 светофорных объектов, установлено 54 детектора транспортных потоков, средняя скорость движения транспортных средств составляет 50 км в час, что увеличило пропускную способность транспортных средств на 7 минут, уменьшило заторовую ситуацию в утренние пиковые часы практически в полтора раза. Кроме того, данная транспортная система позволяет работать в программе «Безопасный город» по подсчету транспортных потоков, распознаванию типа транспортных средств, государственных регистрационных номеров, а также измерять среднюю скорость транспортного потока, что позволяет в оперативном режиме выявлять и пресекать административные и уголовные правонарушения. Далее планируется создание «зеленой волны» по улице Урицкого, улице Пушкарева, Кирова, Локалативной, Рябиково на Московском шоссе со сроком реализации в текущем году. В конечном итоге внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Ульяновской области позволит повысить пропускную способность транспортной инфраструктуры и в целом повысить уровень безопасности дорожного движения. А получаете ли вы обратную связь от жителей? Есть ли положительные отзывы о работе системы на проспекте Нариманово? Связь уже начинаем получать. В целом пока отзывы положительные. Есть, конечно, недостатки, безусловно, но это такая последовательная наша работа сейчас. По тем объектам, по 16, которым я сейчас докладывал, да, действительно, «зеленая волна» работает, пробок нет. И вот со скоростью 50-60 км в час, если жители двигаются на своих транспортных средствах, в целом они от 16 светофоров проезжают на «зеленый сигнал». Также на заседании штаба по комплексному развитию региона обсудили успехи молодых инноваторов на фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «Отвинта». Эксперты выбирали лучшие проекты молодых ученых со всей России. Среди них оказались и разработки ульяновских ребят. Слово руководителю агентства инновационного развития ульяновской области Альберту Гатаулину. В конце апреля в Краснодарском крае проходил Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «Отвинта». Было представлено более 600 представителей из 60 регионов нашей страны. Организатором данного фестиваля выступает Министерство развития промышленности и торговли Российской Федерации. От Ульяновской области организаторы мероприятия выступили Министерство экономического развития и промышленность Ульяновской области и Агентство инновационного развития. По итогам проведения регионального отбора и экспертизы проектов федеральными экспертами, было выбрано для презентации 12 инновационных проектов, которые были представлены фактически основными университетами нашего региона. Это Ульяновский государственный университет, технический университет, аграрный университет Иннистолыпина, педагогический университет и институт гражданской авиации. Также были отобраны проекты, которые были представлены учащимися и слушателями наших технопарков. Это в первую очередь Кванториум Ульяновской и Димитровграда, а также Центры молодежно-инновационного творчества Димитровграда и Ульяновска. Таким образом, фактически на фестивале была представлена вся инфраструктура поддержки развития инновационной деятельности среди молодежи. На протяжении трех дней были представлены наши проекты, было проведено несколько интересных встреч, и из более чем трехсот проектов, которые презентовались на данном фестивале, два проекта получили поддержку и признание экспертами. В частности, диплом и медаль первой степени вручены курсантам Авиационного института Шакиру Аделю за его проект разработки вспомогательного полетного дисплея. И диплом и медаль третьей степени присуждена коллективу Ульяновского государственного университета за проект коллекции адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот же проект был презентован Чернышенко Дмитрию, когда он приезжал к нам в Ульяновск, который также получил поддержку. Есть надежда на развитие данных проектов не только в пределах инновационной инфраструктуры, но и уже и промышленной инфраструктуры. Часть проектов заинтересовали наших промышленных партнеров и производителей не только из Ульяновской области, но и из других регионов. Сейчас мы рассматриваем возможность поддержки этих проектов за счет фонда содействия инноваций и, в частности, использования грантовой поддержки, которую предоставляет этот фонд в виде реализации программы студенческого стартапа. Я хочу выразить благодарность всем организациям, которые оказали поддержку и направили своих представителей. Надеюсь на дальнейшее развитие данного направления. Хочу отметить, что некоторые из проектов и некоторые из участников это были несовершеннолетние люди. От 14 до 30 лет у нас состав делегации был. И для них это был первый шаг в презентации своих разработок. Возможно, он иногда смешной, иногда это недоработанные проекты, но это то, что дает возможность человеку в дальнейшем развиваться. И это ставка на ту молодежь, которая как раз создает новые продукты в интересах Ульяновской области, да и страны в целом. Эксперты сходятся во мнении, что необходимо поддерживать молодых инноваторов и их разработки на любом этапе, чтобы ребята чувствовали в себе силы и уверенность. Благодаря участию в крупных фестивалях, таких как Отвинта, юные ученые получают еще и шанс реализовывать свои проекты. Актуальное интервью Мир звуков огромен и прекрасен. Попробуйте поразмыслить над тем, какое счастье слышать шум ветра, пение птиц или голос близкого человека. Но, к сожалению, по данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем 10% населения земного шара страдают нарушениями слуха. То есть, каждый десятый. И ежегодно число таких людей растет. Причем слух теряют и в молодом возрасте, а в некоторых случаях даже дети. Вновь открыт для них мир звуков помогают врачи. Детский сурдолог поможет выявить заболевание уха у малышей с самого раннего возраста на начальных этапах их возникновения. О том, с какими случаями имеет дело врач-сурдолог, а также о причинах проблем со слухом, нам рассказала заведующая сурдологическим кабинетом детской областной клинической больницы Марина Алексеева. Главной задачей врача-сурдолога является выявление нарушения слуха, определение характера нарушения слуха и длительность, в течение какого времени страдает человек этой патологией. Но в основном все это выявление причин нарушения слуха. В зависимости от этого будет определяться дальнейшая тактика ведения лечения больного, либо реабилитация, которая будет проходить слабослышащий ребенок в данном случае у нас. Что вас привело в эту профессию? Почему вы решили выбрать именно эту специальность? Изначально, в 2004 году, я проходила обучение на кафедре факультетской хирургии при медицинском факультете Ульянского государственного университета и затем закончила интернатуру по специальности от риноларингологии. Ну, затем случайно оказалась на приеме сурдолога, замещая специалист, который находился в декретном отпуске. И отработав там около года, поняла, что это ближе мне, чем та специальность, которую я выбрала ранее. Ну, а теперь, работая с детьми со сниженным слухом, уже даже не представляю себя в другой сфере. А кто ваши пациенты? Нашими пациентами в основном является детское население, так как все-таки областная детская клиническая больница. Дети у нас с рождения наблюдаются и принимаются до 18 лет, мы их наблюдаем. Все они обращаются с подозрением на нарушение слуха. И бывает уже даже дети приходят с подтвержденными диагнозами, прибывшие, например, из других областей. Осмотрев их, мы либо подтверждаем диагноз, либо назначаем лечение, амбулаторное, стационарное, берем диспансерный учет, назначаем лечение, либо составляем план реабилитации ребенка. Но в основном это дети, дети с рождения. На какую помощь они могут рассчитывать в вашем кабинете? Врач-сурдолог, он, конечно, не оказывает экстренной помощи, но, тем не менее, ранняя диагностика слуха у детей – это, соответственно, своевременное начатое лечение и реабилитация. Ну и чем раньше мы выявим нарушение слуха, тем положительнее будет результат нашего лечения и благоприятнее будет исход. То есть все-таки это не экстренная помощь, амбулаторная, в лечении и диагностике нарушений слуха. А какие причины потери слуха самые распространенные? Ну вот если касаемо нас, все-таки учитывая, что на приеме у нас детское население, то в основном это нарушением слуха здесь являются острые и хронические заболевания носоглотки в виде аденоидов, вазомоторных ринитов хронических, гайморитов. Все эти причины ведут к острым процессам в ушах. В основном это в слуховой трубе и барабанной перепонке. И это нарушение слуха, хоть и называется кондуктивной тугоухостью, и это как раз процесс, который можно лечить и предотвратить в дальнейшем. К другим более серьезным нарушениям слуха, которые ведут уже в большинстве своем к хронической сенсионевральной тугоухости, являются здесь это нарушение мозгового коробращения, черепно-мозговые травмы, атеросклеротические изменения. Ну и, конечно же, здесь большой процент приходится на наследственную тугоухость. То есть наследственные дети слабослышащие и хромосомные мутации, также часто аномалии в цепи слуховых косточек, строение слухового прохода аномалий и барабанной перепонки. Также возможны сочетания патологий, звукопроведения, звуковосприятия, что представляет собой смешанную тугоухость, которая, например, может выражаться в сочетании хронического гнойного отита и патологии слухового нерва. Также может быть последствия черепно-мозговых травм, ну и отосклероз сюда же можно отнести. Ну вот в основном такие причины. Бывают ли случаи, когда слух возвращается? Возвращается слух только при остром, конечно, течении процесса, о которых я ранее уже упоминала. У детей это аденоиды, это острые катаральные отиты. Когда происходит хронизация процесса, то вернуть слух уже, к сожалению, нельзя. И при врожденных патологиях тоже слух не возвращается. В основном это острые процессы, которые можно как-то вылечить. Остальные нет, к сожалению. Шум в ушах – это не менее важная проблема? Шум в ушах очень распространен в наше время. По-другому это называется тинитус. И эта проблема, да, не только в наше время, но и была во все времена. Самое главное в этой проблеме то, что лечения, которое полностью бы избавило пациента от данного неприятного ненедуга, к сожалению, нет. Врачи-неврологи совместно с сурдологами пытаются как-то и лишь могут облегчить состояние больного. Но, к сожалению, совсем избавиться от шума нельзя. Причины тинитуса до сих пор, они неизвестны, как и патогенез, то есть как протекает шум в ушах. В основном причинами тинитуса является это сосудистые нарушения у пациента. Также шум в ушах может сопровождать сенсоневральную тугоухость, может сопровождать острые отиты и тубатиты. Вот в этом случае шум может со временем исчезнуть. При хронических заболеваниях слухового нерва, конечно, избавиться от шума практически будет невозможно. Пособно ли к этому заболеванию привести, например, долгое прослушивание громкой музыки? Громкая музыка и частое её прослушивание, и длительное, даже коротковременное прослушивание громкой музыки, это повышенная акустическая нагрузка на слуховой нерв и вообще на звуковосприятие. Поэтому приводит он не только к шуму в ушах, конечно, и к нарушению вообще звуковосприятия в целом. Поэтому, конечно, любителям громкой музыки и наушников, особенно внутриканальным, открывается большая перспектива оказаться нашими клиентами, и они должны учитывать, что это очень трудно поддаётся лечению. Что Вы можете рассказать о кохлеарной имплантации? Кохлеарная имплантация, да, это оперативное лечение сенсорной невральной тугоухости. Двусторонний при глубоком нарушении слуха. С помощью кохлеарной имплантации можно восстановить слух практически до нормы. И дать ребёнку, в данном случае вот у нас, конечно, это развиваться нормально в речевом и психическом плане. Операции по кохлеарной имплантации у нас выполняются только в федеральных центрах Российской Федерации. Вообще кохлеарная имплантация, она представляет собой хирургически имплантированный нейропротез, который обеспечивает человеку с глубокой двусторонней потерей слуха воспринимать, понимать речь полноценно, ну и также и окружающие звуки. Для кохлеарной имплантации, как и для других оперативных вмешательств, существуют чёткие показания и противопоказания. Ну и самое главное, наверное, здесь, конечно, операция, да, это важно, но и после проведения кохлеарной имплантации очень важную роль здесь играет реабилитация, без которой успешную операцию кохлеарной имплантации назвать нельзя. Реабилитация, она также у нас проводится только на данный момент в федеральных центрах Москвы и Питера. Марина Евгеньевна, у нас в области единственный кабинет сурдолога. С большой ли нагрузкой вам приходится сталкиваться? И сколько всего состоит детей? Ну вот если учитывать, конечно, государственную структуру здравоохранения, то да, наш кабинет единственный, который принимает детское население. Нагрузка у нас, конечно, большая. В день проходит примерно около 25 детей через наш кабинет. Ну, здесь вот хочется сказать, что немного нашу работу, конечно, задрудняет то, что очень много у нас на приеме детей с острыми состояниями, отитами, гайморитами, аденоидитами. Хотелось бы все-таки, чтобы в поликлиниках по месту жительства более четко вели отбор для направления к сурдологу. Ведь вот по этой причине иногда не могут попасть к нам дети, действительно остро нуждающиеся в нашей помощи. И на данный момент, да, у нас из слабослышащих детей состоят 700 человек на учете. Это со всей области, да? Да, это Ульяновская и районы Ульяновской области. Расскажите, пожалуйста, как попасть на прием к сурдологу? Обязательно ли нужно направление, или можно прийти на прием, например, записавшись через регистратуру? На прием к сурдологу можно попасть, если по всем правилам, то через направление от педиатра нам нужно, от лор, врача, логопеда. То есть от своей поликлиники нам нужно направление определенной формы. И запись, конечно, через регистратуру у себя в поликлинике по месту жительства. Ну, к нам можно записаться также еще через колл-центр. Выслушали интервью заведующей сурдологическим кабинетом детской областной клинической больницы Марины Алексеевой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 79-й концертный сезон, который проходит под знаком 150-летия со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова, подходит к завершению. 24 мая в Дворце культуры Губернаторский в сопровождении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра Губернаторский выступит лауреат первой премии и обладатель золотой медали международного музыкального конкурса пианистов-дирижеров и композиторов имени Рахманинова Александр Ключко. Несмотря на сравнительно молодые годы, Александр добился множества побед на престижных музыкальных конкурсах, а его выступления проходят в большом, малом залах Московской консерватории, Московской филармонии, а также за рубежом. Перед визитом в Ульяновск мы нашли возможность пообщаться с Александром Ключко и спросить у него о том, чем ему интересна музыка Рахманинова и как он готовится к предстоящему концерту. В Ульяновске я проведу два дня и исполню для ульяновской публики второй фортепианный концерт Рахманинова. Почему выбор пал именно на это произведение? Легко ли оно вам дается и чувствуете ли вы в нем что-то особенное для себя? Выбор пал по очень простой причине, потому что весь этот год в нашей стране, по крайней мере в концертных залах и музыкальных учебных заведениях, проходит под эгидой Сергея Васильевича Рахманинова, потому что в этом году мы отмечаем его 150-летие. Поэтому ваш замечательный дирижер Андрей Данилов предложил мне исполнить один из фортепианных концертов Рахманинова и наш выбор пал на второй фортепианный концерт. Для меня это сочинение очень много значит, потому что это было одно из первых сочинений Рахманинова, которые я узнал, открыл для себя. И я его начал исполнять только в этом сезоне, поэтому для меня оно все еще, как говорится, не заигранное. Я все еще чувствую какую-то свежесть в восприятии этой музыки. Поэтому я очень рад, что буду исполнять этот концерт в Ульяновске. А как происходило ваше знакомство с музыкой Рахманинова? Вы помните этот момент, когда только-только услышали его произведение? Я помню, да, мне было, по-моему, около 10 лет. И просто по телевизору я, по каналу «Культура» увидел запись выступления Дениса Мацуева с легендарным дирижером Лорином Мазелем, которые исполняли третий фортепианный концерт Рахманинова. И я тогда уже учился в музыкальной школе, и на меня это произведение произвело просто какой-то колоссальный эффект, потому что я ничего подобного в жизни никогда не слышу. И с тех пор мой интерес к музыке Рахманинова, он не угасает. Я продолжаю исследовать его творчество и никогда не перестаю открывать для себя что-то новое в его музыке. Александр, а как вы считаете, в чем гений, в чем феномен Рахманинова? Ведь его музыка очень отличается от всего остального. Да, вы в чем-то правы, музыка его действительно очень оригинальна, потому что как только начинает звучать Рахманинов, можно безошибочно абсолютно определить автора музыки. Ну, я как пианист. Наверное, буду говорить о себе, потому что Рахманинов это в первую очередь фортепианный композитор. Он в основном писал музыку для фортепиана, и он был сам абсолютно выдающимся пианистом, может быть, вообще величайшим пианистом в истории. Поэтому вся его фортепианная музыка, она написана с таким знанием инструмента, с таким владением инструментов. Поэтому музыка Рахманинова, у всех пианистов она занимает какое-то особое место в сердцах. А в принципе, наверное, конечно, для русского слушателя музыка Рахманинова воспринимается особенно, потому что Рахманинов во многом он опирается не на существовавшие уже к его времени традиции композиторские, то есть потому что он все-таки жил уже после Глинки, после Чайковского и так далее. А он опирается во многом на народную музыку, во многом на церковную музыку. Поэтому какая-то вот эта глубинная музыка, она вызывает такой вот отклик в человеческом сердце. А вам, как пианисту, как исполнителю, тяжело даются его произведения? Приходится ли долго сидеть над ними, разбирать какие-то моменты? Или наоборот, все происходит легко и непринужденно? Конечно, когда я впервые играл произведения Рахманинова, было тяжело, потому что его язык музыкальный и его стиль изложения на фортепиано, он, конечно, необычный, потому что он очень сильно обогатил звучание инструмента. Но сейчас, после уже огромного количества сыгранных его произведений, каждое новое произведение для меня, оно как уже знакомый человек, с которым я могу уже о чем-то разговаривать, потому что его, как я уже говорил, язык, он для фортепиано очень естественен, и я, как пианист, уже с большим опытом исполнения его произведений, не испытываю больших проблем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Александр, вы обладатель первой премии международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. Скажите, этот конкурс наверняка стоит особняком и считается одним из самых престижных? Конкурс этот очень молодой, потому что в прошлом году он проводился всего лишь в первый раз, но он очень громко заявил о себе и в России, и в мире, поэтому я думаю, что у него есть все шансы стать одним из крупнейших вообще конкурсов. Для меня, конечно, эта победа была судьбоносной, потому что она дала огромный абсолютно карьерный скачок и по количеству концертов, и по выступлениям совместным с какими-то выдающимися оркестрами и дирижерами, поэтому та карьера, которая у меня есть сейчас, я обязан этим конкурсу Рахманинова. Наверняка, когда слушатели слышат вашу игру и слышат игру, скажем, ваших наставников, насколько отличается эта игра? Ну, здесь и все индивидуально, и какие-то тенденции общемировые, наверное, тоже чувствуются в исполнительстве. Например, сейчас, в принципе, люди играют в более быстрых темпах, например, чем раньше. В принципе, уровень исполнительский, он становится выше. Чисто технологический уровень. Ну, просто больше людей стало, во-первых, заниматься музыкой профессионально, потому что у нас появляется огромное количество музыкантов, не только пианистов, разных инструменталистов, вокалистов. Поэтому общий исполнительский уровень, конечно, растет. Может быть, в современном нашем мире у музыкантов, как и у всех людей, не хватает времени остановиться и как-то задуматься, может быть, о чем-то. Но это уже вот тенденция нашей современности на ускорение всего. Музыканты 20 века не могли сесть в самолет, например, и через несколько часов оказаться на другом конце мира. А сейчас это происходит сплошь и рядом. Поэтому вот главные различия, мне кажется, в этом. Александр, а много ли времени вы проводите за инструментом? Наверняка нужно иногда отвлечься, переключить внимание, отдохнуть. Времени, конечно, я провожу за инструментом много. Особенно если я нахожусь дома, а не на гастролях, тогда это может быть и 6, и 8 часов, и больше, просто чтобы поддерживать концертную форму. А в свободное время, когда оно есть, я провожу с семьей, во-первых. А во-вторых, стараюсь как-то тоже поддерживать и физическую форму, потому что гастрольный график выдерживать непросто. Стараюсь бегать, ходить в бассейн и так далее. Ну, конечно же, какие-то тоже мероприятия бывают, там, концерты, на которые я прихожу в качестве слушателя, какие-то походы в театр или в кино. А как выглядит ваше рабочее место дома? Это фортепиано или, может быть, что-то цифровое? И вообще пользуетесь ли вы какими-то современными технологиями, компьютерной обработкой, например? Нет, ну, компьютерной обработкой я не пользуюсь, потому что в этом нет необходимости для классического музыканта. А так, дома у меня рояль. Небольшой концертный, конечно же, но, тем не менее, рояль кабинетный. У меня есть еще цифровое пианино. Это не совсем синтезатор, это действительно электронное пианино, но с настоящей механикой, то есть с настоящими молоточками внутри, которые я использую в основном в ночное время, чтобы не беспокоить соседей своих. Как вообще началось ваше увлечение музыкой? Это открыли ваши родители или все само собой получилось? Получилось действительно само собой, потому что когда я пошел в 6 лет в школу, мои родители предложили мне еще пойти в музыкальную школу, и как-то я не выразил никаких возражений на этот счет, поэтому я просто ходил в музыкальную школу, и я занимался не только на фортепиано, я и вокалом занимался, и бальными танцами занимался, поэтому это сначала было просто для общего развития. Но потом, когда что-то у меня начало получаться, я и родители стали задумываться как-то о более серьезных занятиях, и вот где-то, наверное, лет с 11-12 я уже осознанно понимал, что это вот то, чем я буду заниматься. А сейчас вы считаете себя музыкантом высокого уровня? Ну, насчет уровня это, конечно, судить не мне, это судить публики, критики и так далее, но, конечно же, я стараюсь развиваться, я учу большое количество нового репертуара, и когда я работаю над тем, что я уже играл, я как-то стараюсь находить что-то новое для себя в абсолютно всей музыке, которую я играю, поэтому мне хочется надеяться, что потенциал мой еще не окончательно реализован. А сами что-то наигрываете на инструменте, пытаетесь писать музыку? Нет, в последний раз я пробовал что-то сочинять еще, наверное, классе в четвертом, в пятом, но, видимо, у меня такой склад характера и ума, что мне нужно дойти до сути, то есть до конца, а поскольку я не чувствую в себе вот этой композиторской именно жилки, вот этой вот острой необходимости писать музыку, то как-то я и не предпринимаю попыток этим заниматься, поэтому все свое время и все свои силы я трачу на совершенствование именно как исполнителя. Как вы считаете, вот то, что классическая музыка сейчас стала звучать в кинематографе, фильмах, сериалах, это правильно, это нормально или классическая музыка должна звучать только в филармониях, музыкальных школах? Нет, я как классический музыкант могу только это приветствовать, потому что, во-первых, чем больше людей просто будет знать эту музыку, это просто будет поднимать уровень общего образования, поэтому это исключительно хорошая вещь, на мой взгляд. И те же самые люди, которые могли услышать какую-то мелодию или произведение в каком-то популярном фильме или им могла просто понравиться музыка, которую они слышали, я не знаю, в поезде или в самолете, потом она может привезти их в концертный зал и они станут слушателями филармоний, поэтому я только это приветствую. А вам интересна исключительно классика или иногда можете послушать что-то еще, блюзы, джазы, рок, может быть? Да, да, я слушаю, наверное, музыку всех жанров, я слушаю и джаз, и рок, и металл, и поп-музыку, поэтому я не ограничиваю себя в прослушивании музыки разных жанров и в особенности, когда ты постоянно находишься за роялем и постоянно играешь классическую музыку, бывает очень приятно переключить как-то и переключиться и послушать просто другое что-то. Открывайте для себя новые имена в музыке, назовете несколько имен, фамилий, групп, исполнителей? Если какая-то новая музыка, то в основном она исходит от исполнителей или групп, которые начинали свою деятельность еще в прошлом веке. Ну вот в этом году мне, например, очень понравился последний альбом группы «Металлика», пожалуй, наверное, все пока что, но год еще не закончился, поэтому я думаю, что-то интересное обязательно будет. А «Металлика» чем вас привлекла? Не знаю, сложно сказать. Я вообще чувствую именно в жанре металла какие-то параллели с барочной музыкой, как ни странно, то есть с музыкой Баха, Генделя и так далее. Какие-то гармонические особенности, и может быть это для меня звучит не так по-другому, как вся остальная музыка, но это в любом случае производит впечатление, потому что музыканты очень профессиональные, они в совершенстве владеют своими инструментами, и в любом случае это интересно слушать и тексты песен и так далее. Александр, как исполнитель, какие задачи перед собой ставите? Удивить публику, стать востребованным мировым музыкантом, или просто любите свое дело и получаете от этого удовольствие? Мне кажется, что и то и другое, потому что если бы я просто играл в собственное удовольствие, то не было бы смысла ни в каком совершенствовании. То есть я и изучаю музыку, как-то стараюсь глубоко заниматься всем, что с ней связано, и конечно же мы играем ради публики, то есть я надеюсь, что публике будет интересно ходить на мои концерты. И как-то с музыкальным сообществом тоже я как-то соотношу свои вкусы, свои какие-то принципы, поэтому все вместе. Напоследок пригласим наших радиослушателей на предстоящий концерт. Да, я буду всех рад видеть в концертном зале 24 мая. Буду исполнять второй фортепианный концерт Рахманинова, и может быть еще какие-то сюрпризы будут. Напоминаем, что мы беседовали с лауреатом первой премии и обладателем золотой медали Международного музыкального конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени Рахманинова Александром Ключко. Вечернюю программу для вас подготовил Алексей Сорокин. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok